Меня зовут Аня. Я из Гродно, Беларусь. Танцами я начала заниматься пять лет назад. После фильма «Шаг вперед» именно я перешла на современные танцы. До этого я занималась эстрадой. Дальше был перерыв. Я училась в архитектуре, поэтому пришлось оставить. После фильма, наверное, как вдохновение, что-то такое озарило меня и поняла, что мне надо вернуться. Я все время, не знаю, фильмы смотрела, мечтала, чтобы какое-то место такое было подобное. В том году, благодаря Насте Рязанова, я попала в Мэйвэй. Нужно было где-то прокачаться, но не было возможности, чтобы поехать далеко, где-то за границу, в Польшу. Как обычно наши дэнсеры ездят. Я думаю, боже, где, что, где, как, что, как, когда. Настя говорит, вот есть Мэйвэй, там очень крутые преподаватели, очень высокий уровень. Я заинтересовалась, мне надо посмотреть, как, что. Вот я сюда приехала, конечно, был шок. Вначале вообще ничего не получалось. Дальше я здесь познакомилась с Настей Петренко. Она была бюджетницей. Мы с Беларусь вдвоем, но ходили тоже на классы какие-то прокачивались, но знакомы мы лично не были. Вот мы познакомились с ней на студии у Полины. И Настя говорит, я спрашиваю, Настя, а что ты как-то тоже приехала? Она говорит, я здесь в академии учусь. Я думаю, академия, а здесь академия есть? Я не думала, что есть такая академия, где именно такого формата обучения проходит. Я раньше думаю, ну какой бюджет? Это вообще как, что? Точно не ко мне. Я думала, что шансов точно нет. Но решила попробовать. Академия полностью поменяла все мое мышление и представление о том, как это должно быть, как это правильно. То есть абсолютно все по-новому. Очень крутое место, которое помогает узнать все основы, все техники, благодаря которым ты уже идешь дальше, строишь какие-то свои даже хореографии на основе вот этого всего. На основе этого тоже выстраиваются какие-то концепции. Если у тебя есть цель, например, не знаю, преподавать, шоу ставить, то без знаний, которые дает академия, это сделать очень тяжело. То есть прокачиваться на классах, где-то учить хореографию, не зная основ, очень сложно. Это нереально. То есть ты просто срисовываешь какие-то движения. Пока еще у нас не такая напряженная обстановка. Все начинают собирать свои команды, начинают тренироваться. Но это только начало у нас сейчас идет. Уже готовимся усиленно к экзаменам. Страшно ли задавать? Мне, например, страшно, да. Но в первую очередь я думаю сейчас про, даже про Тичаут, я буду ставить постановку. И для меня сейчас главное вот сорганизовать ребят. Майвея академия – это лучшее место, которое может быть. И не хочется, чтобы это все заканчивалось. Хочется нажать на паузу, остановить момент. Но я бы пошла бы второй раз. Потому что есть какие-то моменты, которые, может быть, где-то усталость сказывается и немного стирается с памяти. И чтобы это, конечно, все где-то уже с пониманием пройти еще раз, да, я бы, наверное, я пришла бы второй раз. Готовиться однозначно нужно. Без подготовки будет очень сложно. Я это смотрела видео, да, я знала, но ощущаешь это, когда приходишь. Поэтому однозначно нужно готовиться. В общем, я считаю, ребята, обязательно, если вы думаете идти-не идти, это, ну, глупый странный вопрос, конечно же, идти.